В этом видео я сравню две передовые программы для упрощенного создания 3D контента. Рассмотрим их достоинства и недостатки. Начну я сразу же с ответа на вопрос, кто же лучше. На данный момент вектори и спайн помогают решать разный набор задач, поэтому пока никто из них не круче. Сравнить их при этом все же нужно, потому что короткие определения этих программ совпадают, то есть быстрое создание 3D. На мой взгляд у векторей возможностей потенциалов больше, к тому же есть вероятность, что они в ближайшем будущем внедрят те функции, которые сейчас есть в сплайн. А вот сплайн в свою очередь вряд ли превратится или догонит вектори. Одна из главных фишек сплайн это генерация JS кода с анимацией сцены. И если вектори ее не реализуют, то сплайн точно будет жить спокойно со своей аудиторией. Скорее всего возникает мысль, ну конечно же вектори как можно быстрее добавят себе функционал сплайн, чтобы быть уверены впереди. Отвечу, вполне может быть что и нет, потому что у вектори и так очень много своих важных задач и направлений, которые нужно развивать. А вот глядя на сплайн, сложно себе даже представить, что у них вообще может появиться такая цель, как превратиться в софт наподобие вектори. И для справки, сплайн вышел в декабре 2020 года, то есть совсем недавно, пару месяцев назад, вектори уже больше 5 лет назад. Теперь конкретики. Что умеет сплайн? Плюсы и минусы. Сплайн это не про 3D моделирование, а про очень быстрое построение красивых 3D элементов, с возможностью заанимировать сцену. Плюсы сплайн. Первый плюс. Есть возможность создавать анимацию 3D объектов, в том числе по триггеру, например, по наведению курсора или клику на объект. Реализовано это вполне сносно, можно делать довольно замысловатые цепочки и сюжеты. Второй плюс. Возможность экспортировать сцену в виде GS кода. Не только айфреймом, а еще в виде GS. То есть можно добавить всю сделанную красоту вместе с анимацией к себе на сайт. Это вообще уникальная фишка, и где еще можно такое сделать, чтобы это было так же легко, я не знаю. Третий плюс. Совсем-совсем простой процесс создания 3D. Ну просто тык-бык и готово. Четвертый плюс. Сложно сделать некрасиво. Я бы даже сказал невозможно. Пятый плюс. Ничего не надо рендерить. Вот как ты видишь модельку на сцене в редакторе, такой же она и будет. Шестой плюс. Можно импортировать свою модель или потянуть онлайн из библиотеки Google Поле. Седьмой плюс. Можно экспортнуть анимации в формате видео. Правда, это функция в рамках платной подписки. Теперь о минусах. Первый минус. Анимацию так просто на сайт не получится добавить. Надо будет поплясать. Особенно рядовому владельцу сайта на конструкторе. Второй минус. Только параметрическое моделирование. Это значит, что для создания модели с нуля вы можете оперировать только одним приемом. Добавлять примитивы, то есть куб, сферу, конус, плоскость и так далее. И через параметры менять их вид. Как-то комбинировать. Да, благодаря этому подходу легко получить красивую и приятную глазу форму, но на этом в плане моделирования все и заканчивается. Хотя в этом как раз и есть фишка сплайна. Третий минус. Скудноватые возможности по настройке материалов и текстур. Четвертый минус. Нельзя выгрузить формат опч, хотя может потом и добавить. Пятый минус. Отсутствие некоторых мелких, но нужных функций, которые могут значительно упросить работу со сценой в некоторые моменты. Потому что сейчас ты такой иногда «Чё, типа нет этой функции, и как мне это сделать?» И ты иногда находишь, как это сделать, а иногда нет. Шестой минус. Баги. Да, конечно, есть баги. Нет их немного, и они не критичные. Но чувствуется, что программа вышла совсем недавно. Но разработчики активно работают над этим, и на глазах все действительно становится лучше. Итог по сплайну. Вполне себе хорошая ниша. Мы играючи создаем красочный эффект на 3D, при этом не задумываясь абсолютно. За пару часов программа осваивается практически полностью. И возможность сделать анимацию по триггеру и экспортнуть кодом – это, конечно, самое важное. Правда, код получается не таким легким, как бы хотелось, но иногда оно того стоит. Теперь про вектори. Вектори – это полноценное полигональное 3D-моделирование в браузере, адаптированное под широкую аудиторию. Это первый в своем роде продукт с современным и понятным интерфейсом. При этом результаты можно получать как в профессиональных программах. Плюсы в векторе – их реально много. Первый плюс – полигональное 3D-моделирование в браузере. То есть ограничение по тому, что вы можете создать, можно сказать – нет. Второй плюс – сможет разобраться каждый. Все упрощено, очень удобный и приятный интерфейс. При этом вы освоите не просто какую-то программку, а в принципе 3D. Ведь в профессиональном софте все те же самые принципы, только функций инструментов намного больше. В векторе я добрал все самое важное и часто используемое в 3D-моделировании, а работа с инструментами упрощена, и интерфейс не угнетает кучи кнопок и переключателей. Третий плюс – есть два рендера – быстрый и фотореалистичный. При этом оба они запускаются всего одним кликом. Фотореалистичный рендер обрабатывает сцену дольше, но зато и результат впечатлит. Четвертый плюс – тонкая настройка материалов. Тут тебе и стекло, вода, металл, и подповерхностное рассеивание, кожа, парафин, и работа с картами, Normal Map, Rauchness Map, Ambient Inclusion и все остальные. Пятый плюс – широченный импорт и экспорт, в том числе AR. Все сцены, которые вы создаете, можно открывать в дополненной реальности. Шестой плюс – API, благодаря которому можно создавать различные клевые интерактивные штуки для сайта. Например, вы продаете какой-то товар, он у вас в разных цветах и конфигурациях. Так вот, с помощью вектори API можно сделать так, чтобы пользователь сам на вашем сайте тыкал и выбирал цвет, конфигурацию товара. В общем, API открываются большие дополнительные возможности. Седьмой плюс – все работает и хранится в облаке. Можно даже текстуры подкружать ссылками. Единственное, что можно скачать, но и то не обязательно, это фотореалистичный рендер Photon. Нужно скачать, потому что этот рендер использует мощность вашего компьютера. Восьмой плюс – большая внутренняя библиотека со своими материалами, объектами и окружением. Там же интегрирован поиск по нескольким популярным внешним платформам. Так что можно сцену собрать, просто как в игре, накидав все из библиотеки. Девятый плюс – можно быстро превратить 2D в 3D. Если у вас есть SVG файл, то он за пару кликов может стать объемным. Десятый плюс – интеграция с Figma через плагин. Вы можете легко создать свой макап, изменить уже какой-то готовый объект или макап, а затем экспортнуть его прямо в Figma через плагин в векторе 3D. Это очень удобно. Минус в векторе. Первый минус – нет анимации. Да, можно сделать анимацию через API, но без программиста не разберетесь. Второй минус – если говорить о создании сцены с нуля без использования библиотеки, то в сплайне ты гораздо быстрее сделаешь современного вида 3D элементы. В векторе же придется сделать ощутимым больше действий для достижения такого же эффекта. Сюда же я добавлю и разницу с рендером в сплайне реалтайм рендера, поэтому все сразу выглядит клевым и материалы можно сделать быстро интересными и даже эффектными. А в векторе нужно как минимум включить рендер, чтобы понять, как в итоге все будет выглядеть, ну и придется поработать над материалами и освещением, чтобы придать им классный вид. Третий минус – хочется больше инструментов для работы с геометрией и чтобы они чаще появлялись. Разработчики регулярно улучшают свой продукт, но большинство улучшений трудно заметить, поскольку относятся они к доработке уже существующих инструментов. Хотя уверен, что настанет момент, когда новые инструменты будут выкатываться один за другим. И последний минус – отсутствие инструментов для скульптинга. Итог по векторе. Векторе без сомнения революционная платформа, благодаря которой создание 3D и AR теперь доступны многим. Современно, понятно, бесплатно и прямо в браузере. Такого не было и это прям большой подарок всем тем, кто не готов тратить кучу времени и силу на профессиональный софт. Осваиваются вектори за дни-недели. Зависит от вашего опыта и количества уделяемых часов. В описании ссылка на мой видеокурс, который ускорит процесс изучения в разы. Подведем короткий итог. У меня не было цели сделать полный обзор и сравнение программ. Я лишь описал главные достоинства и недостатки, в котором можно легко сделать вывод, что программы пока разные. Интерфейсы там и там хорош, скорость работы там и там норм, и там и там есть бесплатная и платная. Хотя не могу не отметить, что вектори с ноября 2020 года, после очередного раунда инвестиций, стали совсем щедрыми. Теперь там практически все бесплатно. В общем, программы обе хороши и найдут свою аудиторию. А как будет дальше, понаблюдаем. Буду держать вас в курсе. Подписывайтесь.